Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Украина располагает сотнями готовых к войне танков, пишет в военно-промышленном курьере, заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Роран, доктор военных наук Константин Севков, ссылаясь на открытые источники. Для ведения боев Киев может задействовать до 450-500 танков, в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР, непризнанная Донецкая Народная Республика, Прим. Ленты, РУ, а оставшиеся 150-180, на луганском направлении, пишет автор. Согласно публикации, в Вооруженных Силах Украины, в СУ, насчитывается около 900 единиц различных боевых бронированных машин, ББМ, главным образом, БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, значительное количество МТЛБ, а также БРДМ-2 различных модификаций. Распределение этих ББМ можно ожидать примерно таким. 500-600 бросят на Донецкой, до 300 на Луганск, говорится в статье. Группировка артиллерии в СУ, как пишет заместитель президента РАРАН, насчитывает до 1000 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, РСЗО, из которых, до 600-700 могут быть задействованы против ДНР. Остальные, ЛНР, непризнанная Луганская Народная Республика, Прим. Ленты, РУ, военно-воздушные силы, ВВС Украины, отмечается в публикации, насчитывают 14 СУ-24, около 25 СУ-25, 31 СУ-27 и около 30 МИГ-29. Согласно Сивкову, в СУ располагают современными «системами артиллерийской разведки иностранного производства», в частности, израильского, радикально повышающих возможности ведения контрбатарейной борьбы, и около 70 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, БЛА, американского производства. Шесть турецких БЛА-Бирактар-ТБ2 особого влияния не окажут, пишет автор. По его же мнению, незначительным окажется и вклад военно-морских сил, ВМС, Украины. Важнейшим фактором, способствующим устойчивости ДНР и ЛНР, является возможность оказания России открытой военной помощи этим республикам, подобно тому, как это произошло в Южной Осетии в 2008 году, утверждает автор. В апреле военный обозреватель Антон Лавров заверил, что средств противовоздушной обороны, ПВО, малой дальности, имеющихся в распоряжении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, достаточно для отпора ВВС Украины.